Дорогие коллеги, мы начинаем эфир передачи обзора рынков с Вистлод. И мы уже выпили традиционную чашку кофе с Андреем Малевичем, он уже готов выступать. Наш коллега из Калининграда, Алго Трейдер с передачи обзора рынков с Вистлод. Андрей, приветствуем вас. Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, коллеги. Как вам сегодняшний день, что интересного, чем торгуем? Сегодня хороший день, вчера вечер был хороший, можно было заходить. Открывал я вчера позиции по фунту, по некоторым был минус, по некоторым был плюс, но в общем и целом портфель в плюсе. Андрей, говорят, что фунтовая ракета потеряла тягу. Согласны с этим выводом? Это которая шартовая? Ну, Алекс написал, что он имел в виду, но он имел в виду в целом. Что раньше были, мол, ракеты, а сейчас, типа, все послабее. Волатильность, видимо, имеет в виду не та. Как вы, согласитесь с таким утверждением? Да нет, волатильность хорошая. Двигались мы четко к нижней границе среднесрочного растущего тренда. Я все четко на этом выбрал. Очень даже хорошая прибыльная сделка была. В районе 85 пунктов. О, здорово. Ну, отлично. Давайте посмотрим, как это выглядит на графиках, на что можно сегодня посмотреть внимательнее. Давайте. Так. Демонстрация экрана включена. Нет, не включена. Не включена. А поделиться. Нажать надо внизу. Еще раз поделиться. Вот сейчас видим хорошо. Видео отключили. Вам слово. Так. Сегодня у нас мажорные пары. Сегодня у нас пятница. Повышенная волатильность. Сегодня у нас будут данные по доллару, по американскому доллару, по фунту. Внимание, новости. Ко всему в придачу пятницы. Повышенная волатильность, так что осторожно. Осторожно в смысле с рисками. Итак, перед нами евро-доллар, наиболее популярная пара, среди трейдеров, среди валютных трейдеров, среди трейдеров на срочном рынке. Как она мне видится? Ну, в общем-то, ничего не меняется. Как, в общем-то, и говорили во вторник, работа от лонгов, от нижней границы среднесрочного растущего тренда. Он перед вами. Данный тренд вот так вот выглядит у нас. Сейчас я синеньким цветом поставлю, чтобы никого не смущать. То есть, данное направление по данному тренду выглядит вот так. Угол движения цены направлен вверх. Ничего не меняется, работаем от лонгов. Во вторник я говорил, что движение, возможно, к уровню 17.49. Движение состоялось. Ударились в данный уровень. Также ударились в нижнюю границу среднесрочного растущего тренда, который, в общем-то, выступает в качестве поддержки. И, в общем и целом, также работа от лонгов, как я сказал. И приоритетно сейчас, в общем-то, чуть-чуть инструмента скачил. Вчера он ходил на 19.08. Поднимите руки, кто по прогнозу забрал профит. У меня не получилось, меня не зацепило, к сожалению. Сейчас я стою с обложкой в районе 18.10. И, в общем-то, ждут также от нижней границы среднесрочного растущего тренда отбоя в район также 19.08. И там дальше будем смотреть, как будет вести себя цена на данном уровне. Возможно, движение повыше в районе 19.86. То есть под лонгов. Фунт-доллар. Движение такое мощное, затяжное. Вчера отсюда, в общем-то, отбивались, работали на пробой уровня. Но так как была хорошая заливная свеча со стороны продаж, в общем-то, пробили в моменте достаточно значимый уровень 30.007. Уровень круглый, очень сильный. В общем-то, он у нас выступал и в качестве поддержки, и в качестве сопротивления. Видели на нем отбой, чуть-чуть не доходили отбой, тоже чуть-чуть не дошли отбой. Видели на нем пробои с обратным ретестом, сложный ложный пробой, с обратным ретестом на полную фигуру. Ложный пробой, ложный пробой, ложный пробой. Сложный ложный пробой с обратным ретестом, мощное движение вниз. И также на этом уровне разворачивалось, развернулся сложный ложный пробой с обратным ретестом, с обновлением лоу. Вчера вот такой вот мощный, как я сказал, свечой пробили данный уровень. На обратном ретесте заход и, в общем-то, практически все это движение было взято в район среднесрочного растущего тренда. По данному инструменту, в общем-то, я считаю, что все равно преобладают покупатели. Сейчас в моменте остановились на отметке 27.90. В общем-то, я считаю, что движение затормозилось. Но единственная вероятность движения похода вниз со сбором стопов, я думаю, будет. Если сегодня закрепляемся выше отметки 27.90, то откуда-то отсюда, конечно, будет приоритет набора позиций в лонг. Что касаемо уровня 27.90, уровень тоже очень, скажем так, важный. Видели совсем недавно на нем ложный пробой. Это было 7 июля 2020. От него довольно серьезный поход. Получается раз, два, три на три фигуры вниз. Мощный импульс. Уточнее, это была коррекция внутри среднесрочного растущего тренда. Также от этого уровня отбивались, он служил в качестве поддержки в феврале 2020 года, тоже совсем недавно. И тут консолидационное движение. Это в октябре 2019 года отрабатывались, отбивались в направлении лонгов. Уровень очень непростой. Я думаю, на нем будет какое-то консолидационное движение. И в общем и целом, если закрепляемся сегодня-завтра, сегодня и в понедельник выше него, то, в общем-то, нужно будет очень быстро отрабатывать в направлении лонгов. Далее. Австралиец. Ну, так, что-то мне тут я не отрисовал. Сейчас момент отрисуем. По данному инструменту, в общем-то, находимся в долгосрочном растущем тренде. Угол движения цены направлен вверх. Приоритет торговать от лонгов от отметок 72.82, 72.29 и круглим 72.30. Стоим непосредственно чуть ниже нижней границы долгосрочного растущего тренда и выше уровня 72.82. То есть, я думаю, отсюда будут движения наверх в район отметки 73.58 и повыше в район такого круглого значения 74.00. То есть от лонгов. Новозеландец. Ситуация схожая. По данному инструменту, правда, вчера такая была дневная свеча, ой, не вчера это была, так, так, свеча была у нас, совсем недавно у нас была свеча, извините, меня тут отвлекают, пишут. В сентябре 2020 года, раз, два, три, четыре дня назад была достаточно мощная свеча, которая, в общем-то, остановилась на уровне 66.23. Ударилась вот в эту зону консолидации и от нее отскок в район 66.79, 66.80. Сейчас непосредственно стоим на этом уровне. Думаю, в моменте возможно движение со сбором стопов в район 66.35. Оттуда, в общем-то, нужно набирать лонговые позиции с целями 60.67.23. И, возможно, повыше в район отметки 67.75. То есть, в общем-то, я советовал бы, рекомендовал отрабатывать данный инструмент от лонговых. Но, в принципе, здесь у меня все нарисовано. Так вот чуть-чуть перерисуем. Вот так вот пониже, уже по текущим значениям. В общем-то, ничего не меняется. Приоритет работы по данному инструменту от лонговых. О каких-то шортах можно будет говорить только после того, когда мы пробьем отметку 66.23, 65.79, где-то закрепимся ниже этих уровней и выйдем из долгосрочного растущего тренда. И, в общем-то, тогда можно будет смотреть для того, чтобы расторговываться в направлении шортов. По канадцу. По канадцу очень коротко. Сейчас стоим, скажем так, между уровнями. Пытаются данный инструмент вывести из долгосрочного падающего тренда. Вот он перед вами. Но здесь налицо преобладание продавцов. Угол движения цены по данному инструменту, конечно же, направлен вниз. И, в общем-то, вся работа ведется от шортов. Еще раз повторюсь, что мы находимся между уровнем 32.31 и 31.32. В общем-то, пытаются отрисовать, скажем так, какой-то краткосрочный растущий тренд. Пытаются данный инструмент вывести из долгосрочного падающего тренда. Поэтому, в общем-то, очень-очень коротко, вот от текущих цен можно попробовать сработать в направлении отметки 31.76. То есть отработать от шортов. Если по данному инструменту формируется вот такая вот картина, в моменте мы пробиваем уровень 31.17, закрепляемся ниже него, то тогда, конечно же, отрабатываем от шортов в район 30.51. Если идет данный инструмент в район 32.21, то тогда, конечно, в приоритете я бы расторговывал от этого уровня тоже в направлении шортов. То есть пока данный инструмент я вижу от продаж. Франк. Ну, по франку движение состоялось. Вся тютелька в тютельку по прогнозу, который был во вторник. В общем-то, на рынке по-прежнему преобладают продавцы. Угол движения по данному инструменту направлен вниз. В общем-то, здесь сформировался такой, сейчас я его покажу, такой, скажем так, канал. Вот этот канал. Он виден. И, в общем-то, конечно, на данный момент в приоритете расторговывать данный инструмент от продаж. Сейчас, конечно, суетиться не стоит. Сейчас уже движение состоялось. Единственное, что бы я сделал, подождал бы, когда данный инструмент отобьется и отскочит в район, ну, хотя бы 91.70 или к верхней границе долгосрочного падающего тренда. Но это перед нами среднесрочный падающий тренд. Так, данный инструмент у нас находится долгосрочно в падающем тренде. И уже откуда-то отсюда от значения 91.70 и, возможно, повыше 92.01 уже отсюда откуда-то расторговывает данный инструмент в направлении шарфовки. Ни о каких покупках не может быть речи до тех пор, пока данный инструмент не закрепится выше отметки 91.86. Как только закрепляется выше данного уровня, тогда можно будет говорить о каких-то покупках по данному инструменту. Пока от шартов. Паение. Паение, в общем-то, ничего не меняется. Единственное, могу сказать, что, в общем-то, данный инструмент нарисовал, скажем так, треугольник вот такой вот в моменте. Вообще фигуры неопределенности, как мы знаем, они служат продолжением развития данного тренда. Но, в общем-то, давно мы его смотрим в направлении шартов. Что-то на вот этих амплитудных свечах забрали. Но пока, сейчас на данный момент, в общем-то, инструмент зашел в такой, скажем так, боковой рейдж, сформировал треугольник. И, в общем-то, ждем выхода из данного паттерна. Торгуемся непосредственно выше отметки 106.06. Если будет выход с запросом в район, скажем так, 106.35, еще, может быть, повыше 106.56, далее уход инструмента, увод за уровень 106.06, то тогда, конечно, в приоритете отсюда открывать позиции в направлении шартов в район 105.21. То есть вот эти вот цены интересны для открытия шартов по данному инструменту. Надо сказать, конечно, что очень важный уровень 106.061. На нем мы видели, я уже много раз о нем говорил, еще раз повторюсь, видели на нем отбои, отбои. Он выступает в качестве поддержки. Здесь на нем консолидационные движения, большие скопления. Тоже выступал в роли поддержки, в роли сопротивления. Здесь его пробивали с обратным ретестом. И, в общем и целом, сейчас стоим выше него. Надо дождаться сбора стопов, потом уход за уровень. Далее удар в него и уже отрабатывает в управлении шартов. По рублю. По рублю ничего не меняется. Идет коррекционное движение. Много я говорил по данному инструменту. Работаем непосредственно от лангов. В общем-то, данный инструмент смотрится у нас в направлении среднесрочного растущего тренда. На рынке преобладают покупатели. В общем-то, двигается он очень стандартно. Импульс-коррекция, 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 импульс-коррекция. И возле отметок 74,54 приоритетно и от нижней границы среднесрочного растущего тренда приоритетно открывать позиции в направлении лангов. Возможно, будет такая мощная амплитудная свеча в район отметки 73,77, куда-то в зону вот этого консолидационного движения. Здесь соберут стопы. И, в общем-то, отсюда при закреплении выше отметки 74,54 приоритет направления ланг 75,90 и уже давно я говорю об отметке 77,44, то есть еще повыше. Возможно, в район 77,50. То есть от лангов. По золоту. От лангов. Отработал данный инструмент. В общем-то, вот так мы его сейчас развернем. В дне я давал во вторник. Прям по шпилям тютелька в тютельку. К сожалению, меня не зацепило. Передвинулся я, стою. Движение было достаточно, ну, прилично сильное. Сейчас мы торгуемся непосредственно на нижней границе среднесрочного растущего тренда и на верхней границе долгосрочного растущего тренда, что, в общем-то, придает инструменту дополнительные уровни поддержки. А также торгуемся выше достаточно значимого уровня 19,43. По данному уровню 19,43, в общем-то, он себя уже зарекомендовал. Уровень достаточно сильный и мощный, скажем так, зеркальный. Совсем недавно он выступал у нас в качестве сопротивления. Видели на нем, скажем так, пробой с обратным ретестом, движение на полную фигуру вниз, отбой, ложный пробой, отбой, еще отбой. Чуть-чуть не дошли, отбивались. Также он выступал у нас и в качестве поддержки, когда от него обновляли хаи. И здесь он тоже выступал в качестве поддержки и тоже обновляли хаи. И сейчас внимание выступает в качестве поддержки. Ну, только хотел сказать, обновим хаи. Вот. То есть стоим на данном уровне, и я думаю, будет движение в зону скопления горизонтальных тиковых объемов в район 19,80. И также здесь скопление опционных объемов. Где-то вот возле вот этих вот верхушечек, верхушечек, вот такой вот желтой зоной выделено. Это объемы сосрочного рынка, СМИ. И, в общем-то, я думаю, сюда дойдем. Здесь уже нужно будет разгружаться. Движение очень хорошее. Движение, скажем так, район, район, район 2,5%. Двух с половиной, так, в район 2,1%. В общем-то, можно ожидать от этого движения. Но если торговаться с плечом 1 к 3, то, в общем-то, это, скажем так, месячная доходность. То есть обратите внимание по данному инструменту, может быть очень сильное движение в направлении лонгокса. По S&P Америка, S&P 500. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Ситуация очень схожая с недавней ситуацией, которая была по золоту, которая была вот здесь. Мы по ней разговаривали. Такая переломная свеча, перелом слома тенденции. Дальше идет консолидационное движение. Кстати, что-то я не сказал совсем про треугольник, который на золоте. По золоту отрисовывается треугольник. Вот такой вот. Вот так. И вот так. Сейчас момент. Уже пока здесь. Вот так. То есть отрисован треугольник, который еще раз показывает, в общем-то, о том, что может быть разворотная тенденция. То есть грани треугольника. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выходим, консолидируемся, закрепляемся. Должен быть выстрел. Вот. Раскрытие треугольника будет от отметки 20.67. Это все, что касается золота. Теперь по S&P. По S&P схожая ситуация непосредственно с золотом. Единственное, что по золоту была такая одна мощная амплитудная свеча, которая со стороны продавцов, которая, в общем-то, показала о переломе тренда, о переломе тенденции. Здесь мы, в общем-то, пришли раз, два, три, четыре. Четырьмя днями пришли и тоже показали перелом тенденции. Соответственно, отрисовали уровень скопления горизонтальных тиковых объемов. Также скопление опционных объемов. Уже это все видно. И, в общем-то, в моменте вывели данный инструмент из долгосрочного растущего тренда и из среднесрочного растущего тренда. Сейчас данный инструмент непосредственно стоит и консолидируется на отметке 33-36. И уже отрисовал такой краткосрочный падающий тренд. Я думаю, что в моменте по данному инструменту может быть движение в направлении лангов, то есть удар в район отметки 33-96. Если закрепляемся в моменте, то очень быстро придем сюда. Либо вот таким консолидационным движением будут выводить из краткосрочного падающего тренда. Далее сбор стопов. Возможно, донорнем даже до отметки 32-78. Это куда-то вот в этот сбор консолидационного движения. Далее очень быстрый шпильный выход. Закрепление. Возможно, с обратным ретестом. Возможно, без обратного ретеста. Но придем, скорее всего, вот в эту зону для того, чтобы пощупать силу продавцов, которые продавливали рынок вот этими амплитудными свечами. То есть будет возврат. И вот здесь вот уже будет борьба. В этой борьбе нужно будет смотреть, как будет реагировать цена по данному инструменту вот на эту мощную зону и на этот достаточно серьезный уровень скопления горизонтальных типовых объемов. По евро-рубль. Очень многих интересует данный инструмент, поэтому я его включил в обзор. Что я хочу сказать по данному инструменту? У нас, в общем-то, по данному инструменту наблюдается среднесрочный растущий тренд. Угол движения цены по данному инструменту, несомненно, нас смотрит наверх. На рынке преобладают покупатели. Стоим непосредственно на отметке 89, сейчас стоим на отметке 88,83. Под важным уровнем 89,19. Если, в общем и целом, рассмотреть данный инструмент, то просматривается такой паттерн, как сложный-ложный пробой. Пробили инструмент. Пробили, закрепились, закрепились. Увели, ретест. И сейчас как бы все готово к тому, чтобы пройти на одну фигуру к уровню в район 87,32. В принципе, все хорошо. Единственное, нужно дождаться, чтобы данный инструмент вывели из среднесрочного растущего тренда. И тогда уже, конечно, со стороны продавцов могут быть попытки свозить данный инструмент в район 87,32. Куда-то в зону вот этого скопления, где мы совсем недавно били-били, потом пробили и быстро на одну фигуру сходили наверх. Здесь мощный импульс. Думаю, его не перекроют, но куда-то в эту зону могут сходить. А далее, конечно, нужно будет искать позиции для того, чтобы открывать в сторону лангок. И по индексу доллара, в общем-то, сейчас на данный момент данный инструмент у нас подошел к достаточно важной отметке 93,34. Я о ней уже много раз говорил. В общем-то, уровень чем примечателен? Он, в принципе, возник совсем недавно, можно сказать, на ровном месте. Совсем, скажем так, свежий уровень. И он уже выступал у нас в качестве сопротивления, в качестве поддержки, в качестве сопротивления. Еще раз в качестве сопротивления, ложный пробой, отбой, отбой, отбой. Дошли сюда, пробили, увели. Вчера попытка пробития, увели. Мы, скажем так, раз, два, три, четыре, четвертый день стоим возле этого уровня. И стоим также на нижней границе краткосрочного падающего тренда. Угол движения цены по данному инструменту среднесрочный и краткосрочно направлен вниз. На рынке, в общем-то, преобладают продавцы. Сегодня идут попытки залива данного инструмента, но покупатели не сдаются. В общем и целом, данный инструмент смотрится к отметке 92.55. То есть, думаю, в моменте возможно коррекция по данному инструменту, возможно, что он входит сюда. Но если на сегодняшних новостях, которые будут у нас там в районе, по-моему, 15.00, надо посмотреть еще раз, я, извините, точно не помню. То есть, если данный инструмент выведут сюда и в моменте закрепится, то, конечно же, тогда, в общем-то, поведут к отметке 93.90. Это очень мощное сопротивление на данный момент. Видите, на нем было и обновление лоу-моменте, ложный пробой, отбой, отбой. Могут вот сюда вот протащить данный инструмент. Но, в общем-то, нужно смотреть за сегодняшними новостями, как будет вести себя данный инструмент на новостном фоне из Америки. В общем-то, все, Игорь Николаевич, я закончил. Если ко мне есть какие-то вопросы, я готов ответить. За ваш обзор, пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Вот я вижу Николая Пенза, критику пишет. Одной рукой зазывает на лонги по всем СМИ, а другой давит на шорт. Хорошая политика, еврик должен кольнуть 1.19.25. Николай не написал, кому надо адресовать? На свой счет принимаете, Андрей, или это пространство в общее вы считаете какое-то? У меня, я сразу могу сказать, у меня, в отличие от многих людей, которые дают какие-то прогнозы и обзоры в интернете, у них может и туда, может и сюда. Если вы заметили, я даю всегда однозначно. То есть в одну сторону. Я понял вас, ясненько. Николай Пенза, тогда напишите, кого вы имели в виду. Андрей, вы в пятницу обычно сделок сами не совершаете. Это пятница исключения или были сделки, вернее, исключения, или, как обычно, не было сделок на каких-то? Я не знаю. У меня, во-первых, стоит автоматика, раз, и стоят отложки, два. Если будет зацеп, значит, будут сделки. То есть у вас в пятницу просто мало обычно бывает, а запрета прямого нет, скажем так? Ну, отложки стоят, потому что могут быть проколы и зацепы. Я понял. Но они довольно глубокие стоят. Но они у меня стоят еще со среды. Я понял. Ну, а, кстати, со среды, а вот вчера, сегодня были сделки или все как стоят отложки, так и стоят? Вчера по фунту, я же говорил, была сделка 85, примерно 85. А, это она вчера состоялась. Я понял. Ясненько. Потому что мы с вами виделись... А, ну да, мы с вами виделись в среду, понятно. Новости среды мы знаем. Ясненько. Здорово. А, кстати говоря, одна только сделка, да, была вчера у вас? Нет, по еврокаду была у меня отрицательная сделка, а по фунту была положительная. Были еще некоторые сделки, но я их не отражаю в портфеле. В смысле, я их не отражаю в канале Телеграм. Но были еще сделки. Я понял. Ну, то есть, три сделки, те, которые мы рассматриваем в рамках этого, так сказать, плана, это все-таки три сделки в день немного, скажем так. А вручную, я не пойму, а на этой неделе вручную вообще кнопки нажимали сами? Или все автоматически? По евроканадцу нажимал вручную. Вручную. И убыток, кстати, получил. Лучше бы не унес. Я понял. Друзья, вы видите, машины выигрывают у людей. Один раз за неделю Андрей Малевич вошел руками и, к сожалению, проиграл машине. А роботы зато исправили этот недостаток. Ну, это был заход четырех часах, в общем-то. Ну, я честно, честно сказать, мне последнее время торговать вообще. Время руками нет, поэтому торгует автоматика. Много других дел у меня. Есть предложения, которые я отрабатываю. Вот. Поняли вас. Андрей, те предложения связаны с финансовыми рынками или другой бизнес? Есть предложения очень хорошие с Москвы, не связанные с финансовым рынком. Возможно, оно меня не интересует, но, возможно, я буду сотрудничать. Я понял. Но это не отменяет финансовые рынки, правильно? Это все параллельно. Здорово, здорово. Ну, кстати, мне нравится ваш подход и нескладывание яиц в одну корзину. Диверсификация, друзья. Я сегодня один бизнес накормил, завтра другой. И угадать, какой напомню больше невозможно, да и надо ли. Ну, дело в том, что, в общем-то, если я займусь реальным сектором основательно, то я могу себе позволить переключить полностью все на автоматику. Я понял. Ну, нет. Я тогда узнаю, что это за бизнес, чтобы вам его сорвать, потому что нам нет интереса, чтобы вы ушли. Нам интересно, чтобы вы остались и выступали, потому что ваши передачи будут с вашим интересом. Ну, понятно, друзья. Если уже серьезно, то появляются разные возможности, где доходность может быть и выше, особенно сейчас, в наше время, во время коронавируса. Одни и те бойцы, которые делали маски в марте, там озолотились все, понятно. Вот так что тут, если что-то такое вам предлагают, конечно, надо хватать. Нет, вот они не предлагают, никак не связано с коронавирусом вообще. Нет, я имею в виду такое по степени доходности, а там, так сказать... Ну, по степени доходности, конечно, цифры озвучены очень приличные, тем более я этих людей знаю давно. Это такие давние партнеры мои из Москвы, из Питера. Вот им просто нужно вывести сюда свой бизнес в регионы наши. А говорит, и якорей таких нету надежных, поэтому, говорит, займись, пожалуйста. Мы рады с тобой поработать. Ну, понятно. Не, ну, любой каприз за ваши деньги, естественно, почему нет? Вот, тем более, что, так сказать, вы всю жизнь живете в городе, вы знаете, как бизнес подвигать, естественно. Поняли вас? Андрей, спасибо большое вам за ваш обзор и комментарий по практике торговли. Вам хорошего дня и удачи сегодня на рынке. Спасибо, Игорь Николаевич. Всем профита, всем удачи, здоровья, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.